Версии брать? Да Доброе утро Добрый день Доброе утро У меня сегодня Никита уезжает, я один остаюсь Он совсем уезжает, да? Ну на лето, всё Вчера Володя там сообщил у нас неприятность Потеряевки Мы такой большие надежды возлагали На Северный пруд, Рыжковский Ну много сделали, подняли Там была бы, самая крупная рыба могла водиться Почти до 4 метров, наверное, можно было Зимой, а воды-то там не было Бобры В землю, из-под земли подкопали И, видимо, для убежища на той стороне сделали Ночи-то никого там нету А что сделаешь-то? Там маленькое было, воды маленько было Полметра лёд И слой снега там почти 3 метра Ну же, а как они зимой-то добрались? Бобры там всё время, вот такие Толщие, ну вот я показываю сейчас Вот такой вот размер Деревья, все рядом поваленные Ну а чего их не переловили? Надо было осенью переловить их Мы ещё и не знаем, можно ли их ловить-то Ну, когда-то андатор у нас ловили Охотники там Можно, есть сезон на бобров Я знаю, мы уже говорим об этом Притом они все пруды нам изнахратили И главное, Володя пишет Чтобы найти, где они Которая дамба идёт Они, ну они не знают, где она идёт там Внутри-то И они копают траншею посреди этой Которая бульдозером удавлена Там бы дамба там И не найдут И наконец-то они дошли до воды А трамбой чем? Мешки Эти, которые пропиленовые-то Набивают глиной И туда, так мешок выбросил на ту сторону Такой поток воды И ещё, говорит, мы не знаем, где у неё начало Ну Откуда дыра-то идёт, нора Ну я говорю, вы скажите охотникам-то Которые рядом-то есть В других деревнях-то Это бобёр, это же ценный мех-то И притом они его и в пищу употребляют Ну не знаю Мне, конечно, это неприятно Их можно, по-моему, сезон По заморозкам Заморозки, когда начинается первый лёд Вот, тогда их можно уже Отстреливать, отлавливать Их на капкан Как этих, как крыс ловят Ну вот такие рохли Рохли, это значит, человек такой Неуклюжий, как сказать Вот мы такие есть Рядом берёзки были в стороне В стороне, ну метров, наверное Наверное, 20-30 И берёзки повалили Я сделал там загородку Чтоб скотина не заходила Ну не ошкурили А они эту мою Толстую, толще руки Перекусили Столько деревьев там было Повалили, кусты Всё повалили И главное, что мы сами-то виноваты И когда первые бобры появились Два года назад Я до того обрадовался Думаю, берега высокие Пусть они их тощат Они и правда берега тащили Но они на другой год Перекинулись на дамбы Дыра-то большая Как на шарик пролезет Они прям большие И главное У нас осин нет Они осины любят Так я попросил братьев Они сходили Осинку вырубили там И им принесли И положили Ешьте, дорогие гости Сколько жили Никогда бобров не было Мы прямо На них налюбоваться не могли Как он плывёт Какой он плавный Он такой мастер Они запруды делают А нашу запруды ломают У них всё наоборот пошло Искушение Так назвать можно Интересно В епархии я прихожу И говорю А то у меня там сестра работала Я говорю Как у вас дела-то в епархии Искушение-то какое Я говорю А какое Владыка за окошко Вывешал там Вино Чтоб охладить-то А семинаристы выпили Вообще Вообще Я прихожу Искушение Я говорю А какое Приехали к нам Сюда они Да какое У Владыки там Свой сабантуй был А эти-то ничего нет Они одеколомно Набрались А спать-то там Где сторож Им места-то не выделили Но они В трезвости Умаграти Без памяти То там И перемарали всё Я пришёл Окурков полно А утром-то Им одевать архиерея Как коня Засупонивать-то надо Со всех сторон Збруют-то на нём Застёгивают-то А они не знают И видимо Сильно вдохнул на него Одеколоном-то А был Гедеон Он как размахнулся Как врезал ему Он Здоровый такой парень-то был Он упал И юзом Выехал из алтаря Скачил до Архиерея-то Хулигана А чё хулиган-то Он порядок наводит Гедеон Да, Кукин был Потом Ставропольский Метрополит стал Вот такие Искушения у нас Я говорю Вы ехали сюда К нам Из ипархии Дорога-то Рассуждали Какие Может быть Места писания Какой Город Средорога Город Пугачёва Высоцки пели Город Песни Я говорю Я зашёл К одному из них А у него Пугачёва Висит портрет Больше икон Я говорю А зачем Ну зачем же Продают Да мало ещё Продают Продают то Что ей неприятно Может быть А это приятно Ну может не полезно Это я говорю С обслугой Архиерейской Ну что с ними говорить Ну говорят Я со священником Там с молодым В переписку Вступил 25 лет Ну я ему там Каноны привёл В общем О том что Не рукополагать Вот Они же цепляются Да вот 70 лет 70 лет Типа не было Вот сейчас Рукополагать А 70 лет 30 лет назад Уже Прошло Два поколения Народилось Всего 70 лет Вот И Один отмаз Так что Они не меняются Они какие В 90-е были И сейчас Точно такие же Совершенно Бездуховные люди Он говорит Как мир свой человек Ну правильно Вот они видишь Договорились За чего Что и правила Не нужны Это их Степаненко Пробрал Который со мной Там это Не со мной В студии В благовестие Они там Меня промывали А он то Из их Епархии И он говорит Договорились Да чего Что каноны Не нужны А нападаете На лапкина Кто же вам позволил Они трубами Духа святого Названы Второе правило Шестого вселенского Собора А они то Это ведь Стоит Он для чего Он для чего стоит Правило Моя сестра Родная едет И она Что-то я То ли Поворот Сделал Я даже Сейчас не помню Он подошел И Вы права Нарушили Я говорю А что я нарушил Это 50 рублей Штраф А 50 Тогда это было Много Я говорю Так ничего не было Он говорит 100 рублей Штраф Я говорю Поняла Еще слово Род раскрою Уже 150 будет Я скорее отдала И поехала А он Киргиз Он обязательно Себя сделется Мы как-то поехали На У нас Было как-то Кругосветное путешествие Раньше Мы работали В мостопоезде 140 И у нас был Льготный билет В любом направлении Советского Союза В один конец А у нас Который билеты Выдает Там она должна Написать С предприятия И мы едем Куда Едем Первым делом Во Фрунзе Там родители жили Когда деревню Разрушили Ну не во Фрунзе Они там Воронцовке жили А от них Мы дальше едем К Каспийскому морю К Баку Это у нас В один конец Заезжаем Коцу на Ому Это в один конец Поворачиваем На Украину Подряд Все Молдавию Всех проезжаем И так едем мы Сейчас я не знаю Но ему за 60 уже Не служит он Давно Да Но он не раньше 30 рукоположен И он У патриарха Ильи Второго По особому поручению Там в Армении Один храм где-то Или сколько был Он там Ну не хорошее слово Но обслуживал Где-то Я просто с грузинами Разговаривал Ну с некоторыми Вот он довольно Известный такой В Тбилиси И Грузии Знают о нем Так он Видите как У него маленечко Акцент Он отец мой Отец мой Там всегда Когда говорит И вот мы Когда проезжаем Туда И к нему Заехали А у них там Был Гога При свете Рубаптистов Гога Это Георгий И он ему Подошел Видимо и сказал Если он Только был За кафедрой И тогда Вышел следующий А только-только Начали И вышел И говорит У нас Гость есть Православный Писание знает И мы послушаем И он мне То ли записку Или как Говорит Все собрание Ведите Все собрание У баптистов Но я стал Говорить Ну и правда Два часа пролетели Быстро У них Двухчасовые Собрания В это время Я еще не кончил Согнулся И чтобы не видно Его сильно было Подходит Пущина А это Дагестанец Скажется Сейчас Говорит Наше будет Собрание Такое Дагестанское Видимо Вы тоже Скажите нам Слово Ты только Объявил И все Собрание Отдал А после этого Русское Собрание А потом На молодежном Это за один день Ну конечно Вопросы были Очень серьезные Крепкие И расположились И у них Этот Гога Был Потом нам Пришлось посещать Его Он высокого Роста Такой И он договорился С Ильей Что от них Будет священник Приходить И у баптистов Говорит слово А ему Гоге Пресвитеру Ну по нашему То не пресвитер Давать слово Ционе Кажется Храм центральный Как Елоховский Тогда был И вот он Однажды Проповедует А Форма то у него Костюм А может и в галстуке был Ему ничего не стоило Надеть подряд С благословением Раз с патриархом Договорились Ильей вторым то А он это Не сделал Одна бабушка Подошла и говорит Ты хорошо говорил А ну перекрестись Но я же баптист Говорит Я не перекрестился А ну скажи Божья матерь Помоги нам И проще Я не сказал Как они бабки то поднялись Антихриста Обнаружили Антихрист И они С этим Антихристом К архиере К патриарху И ему запретили И он лежит Уже больной И видимо Он сильно больной был И он сильно сокрушался Какой же я был Неразумный Что стоило мне Совершить крест на замене Ведь это не греховно И надеть одежду А я чего лишился то Там самый центральный храм Много людей Он грузин Он на грузинском им говорил А они же любят своих то Соотечественников то И вот На смертном одре Может быть Я у него дома был И он сильно сильно сокрушался Если бы Бог дал мне здоровье Я бы сейчас все сделал Что бабки сказали Это вот я говорю для тех Кто будет слушать Кто упирается Да Я это Игнатий Тихо Я хочу Никиту поблагодарить За то что он меня Поносил там На собрании Ну в смысле Как поносил Благодарю брат Что ты меня Это вы за заявление Ну Что Никита меня Слава Христу Это не трудно было Мне это нормально Я просто К чему То что Ну Люди Были еще люди Которые меня Ну общение С Лапкиным Они терпели Вот еще меня Как бы Ну вот А после этого видео Они уже основательно Поднялись Со своих седалищ Вот И Сказали Что Меня Лапкин Дозомбировал То есть Дозомбировал Меня А вот Вы скажите Вот я вам скажу Случай Рассказываю Еще раз скажу Я каждое утро Прогуливаюсь С архиепископом Самым строгим Зарубежной церкви Это в Лос-Анджелесе было Антоний Синкевич Фамилия В архиепископ А он живет У Орловых А Орлов Никита Феоктистович Патриот Прям Коммунистов На танках Давить надо было Он такой патриот Много претерпел Жизнь А сейчас он Митрополит Антоний тоже Орлов Ну а он у них Что-то приболел Этот архиепископ И жил на квартире И мы с ним А я у него остановился Меня Ему передали Из Вашингтона Из Нью-Йорка сначала А потом Вашингтон И вот мы с ним гуляли Они мне потом сказали Он говорит Скупой Этот Архиепископ-то Вроде бы снега Зимой не выпросишь А мы каждое утро гуляли У меня уже К истинному православию Книга Она была Отдельными листочками Выходила А что книга Получится в совокупности 16 материалов Там было уже Этого я не знал И я ему давал Вот А очень строгий ценитель Он был там Начальник миссии В Иерусалиме Там и прочее И он все считал И все одобрил Все И однажды Приходим Я говорю А владыка-то Зашел в банк И какие были деньги Все Снял И мне отдал Кто? Владыка? Да не может того быть Зазомбировал Владыку Зазомбировал У них другого-то Непонятия нету Он расположился Понял Что мы делаем Какое дело И он понял Что ни одного цента Это копейки Я себе не возьму И пошел Снял тут же И в руки И в руки Мне передал Однажды Я проповедую Там у них Жорданвили Это у них Как в центре семинария И один подходит А вы возьмете У меня чек А я даже не знал Что чеки такие есть Денег-то И не видал в глаза Я хочу вам Выписать чек Выписать на пять тысяч долларов Слушатель Первый раз Я его фамилию запомнил Иосиф Дегранде Я перед ним виновник Он хотел Чтобы я его пригласил Говорит Я хотел бы побывать У вас там И я его не мог пригласить Потому что Адресы его нигде Не могли найти Я уж объявлял И в интернете И по сегодняшний день Считаю себя должником А это было в 92-м году 92-й Это на рубли Было 15 миллионов рублей Ну вот и считай Так это один раз Он же послушал человек А ты что Все зазомбировал А сидели китайцы Им переводили На каких языках И всех я зазомбировал Вы митрополиты Виталий Если не видели Я расскажу Больше молитвенника Трудно найти было Я с ним вместе обедал Неоднократно В синоде И когда молились А у него такая загородка Ну не 90 с лишним лет Ему было И он в ней внутри Она маленькая такая Как Ну у раскладушки бывает Это Обещайка И мы рядом были с ним Я его видел И однажды в одном городе Куда-то поехали Может и город небольшой был И мне слово предоставили Диктор там предоставил А как выходишь Это таза-то подиум Ну это как Это не в храме было А в первом ряду он сидит Зал полный Я стал говорить Ну немножко я и говорил Минут пять Вдруг вижу он такой Такой как вот бывает Чеченцы Ходят такие Руками только шевелит Как шатунами Поднимается по ступенькам Ко мне подходит Микрофон Ни слова не говоря берет А сам радостный такой Сколько раз я говорил вам Наконец-то мне это подтвердили Это так и есть И развернулся опять на свое место Я говорю дальше Он опять поднялся Опять взял Это что зазомбировал его Он нашел сродство душ У меня я говорил Какая грамота Это от него показывал Видели? Благословенная грамота На всестороннюю проповедь Слово Божие А то кто дал вам благословение Бог дал Ну а через него и митрополит И не один Тех которые нападают У них ничего нет А уже все Все заканчивается Я зашел по какой теме По поводу романа Я значит два раза прослушал ролик Ну я так понимаю Что если он разослал этот ролик Вот Ну по адресам Он мне в личку скинул Я принимаю как Брошенную перчатку Его этот ролик То есть он предлагает Как бы дуэлью Сразиться Вот И я же говорю Сейчас все Времени не остается В мир входит Экуменизм Новый Новый мировой порядок Новый народ Новое учение То есть это Новое Все-все новое Если человек принимает Вот Новое сегодняшнее учение Все это Гибель Безвозвратная Вот Это Человека Сбиваются На топные Тропинки Вот И в какой опасности Человек-то находится Ну Видите Я К чему вообще Хочу отнести Допустим Повреждения В чем вижу Допустим Сатана Ну Гордости Подошел Он Видите Он Подтверждает Как еще Никита снимал Он говорит о том Что Я не такой Как вы Он То есть несколько раз И в этом ролике Он опять же Говорит о Национальности Я украинец Национальность Свою Подтверждает Что я не такой Как вы Вы не понимаете Меня Мы разные Он говорит Вот Эта разность Как раз Она сегодня Утверждается На Украине Вот Разность В чем она Разность Вот Опять же Поэтому По поводу Слова Куля Да Но у меня бабушка Украинка Она Свиненская область Это ближе туда К западу Вот И я украинский язык Достаточно хорошо знаю Я знаю Что такое Слово Куля Куля Это Заготовка Вообще Это Это настолько Распространенное слово Она кури И называла Могла Вот на голове Знаете Женщина Косу заворачивает Себе Косу Вот навернула На голове Это куля Называется Потом Любая болванка На которой Там Гвозди Отбивать Вот Или же Протес Там допустим Какой-то деревянный Выточенный Тоже называется Куля Вот допустим На Украине Пуля Называется Куля Ну оружейная Пуля Опять же Откуда это идет Ядра Еще раньше Когда Были ядра Тоже назывались Куля То есть Ядро Это слово Оно Совершенно Не имеет Такого значения Конкретного Значения Вот Любая болванка Называется Кулей Вот То есть Сразу На чем Он спотопяется Может быть Интересно Лев Толстой Когда Хотел Доказать Что-то Он Ни один Перевод Все переводы Перебрал А для него Французский Тогда же Все князья Барона Графы Знали И он Берет Одного Француза Перевод И говорит Он так Понимал Он понимал Это не утверждено Нигде Он так понимал Опять ссылается На него Оно там Ни к селу Ни к городу Как у Свидетелей Его Называемые Новые Всемирные Переводы И ссылается На это Так и здесь Берет А у них Шар Означает Шара Не было Ну как Не было Когда на всех Языках Одинаково Шар В оригинале Шар Вот Старобрядцы Иногда говорят Я говорю Ну вот Златоуст Говорит так А это Никоньяне Перепортили Никоньяне Ну вы Как узнали Это Откуда Ну как Ну неужели Это Начинает Ну что Такое Акрида И дикий Мед Акрида Акрида Это растение Мелагра Я говорю А Фелак Говорит Это Саранча И она В Акридах Указывается Одиннадцатая Глава Левит Что она Употребляется В пищу В пищу Употребляется И она Говорит Как подпрыгивает Но тяжелая Падает Так и резкий Народ Духовно Возрастал И падал И говорит Как у него Четыре ноги Я говорю Так что Четыре ноги А может Птица такая Была На четырех Ногах У птицы Нет четыре Ноги Потому что Птица Удерживается На двух ногах И все Ни коня не перепортили Я говорю Узнать Перепортили Нет Ты должен знать Оригинал И должен знать Язык этот В оригинале И тогда сравнить С тем Что у нас есть Какое место Не покажу Ни коня не перепортили Ну а как переводить правильно Ну не Не саранчужу Он ел А почему Так она не чистая Чего ты взял Когда в Библии написано А в Библии Неправильно переведена Ни коня не перепортили Ну дайте правильный перевод Триста лет Вы отдельно Ну почему Никто не перевел Я с ними Когда разговариваю Сейчас-то возвращаемся Две и А Иисус с одной Я говорю Ни с одной Ни с двумя А полторы Ешуа И кратко Впереди стоит Это пол буквы Считается Ну И поэтому Он начинает Говорить шар Смотрим мы По-латински Шар По-еврейски Шар Переводы какие есть Английский я смотрю Шар Ну что мне известно А вот Не на какой А вот на нашем языке Еще удаля Удаля Так он объясняет Значение слова Произношение Что оно в то время Означало В то время означало Шар Это покрытие крыши Определенной черепицей Ну и Маленько Это громадежки Это никакой У него Романа Это нет Совершенно И поэтому Я считаю Не это главное Главное Дух лжи Когда он был здесь И он сильно восстал И сразу слег И два дня Он лежал Не шевелился Я говорю Ты хочешь Свериться Рядом сосед У меня живет Поговори с ним Сколько раз спорил Столько раз болел Сразу же сражается Кто его сражает Не я же И он представляет Такой крепкий мужик Роман Два дня Пластом лежал Не простыл Ничего Не кашел Лежит Не вылазит Из-под идеяла Я говорю Смотри Не накройся совершенно Ты восстаешь Ты не на меня Раз ты дух Лжи допустил Все лживое К тебе будет И Герман Стерлигов И динозавры Из-под земли Вот сейчас Это Еноха книга Что ангелы Падшие Совокуплялись С женщинами А вы видели Этот самый Фильм Царевой Новый Царевой Фильм Ну да Я И с фильма Это все и началось С фильм Когда Ацарева Она на этой теме Зациклена Коголисо Исказила Фотографию Она выйти не может У нее И нэнэн И все А она не о Христе Не о Боге И там этот Воробьевский Юрий Он там все это Везде лазит Масоны Вы о масонах Знаете Сколько надо знать Я этой теме Посвятил 14 лет Несмотря на то Чем занимался Всю Дореволюционную Литературу Промолотил Я В окна им Заглядывал Масонский дом В Америке Всю зарубежную И всю советскую Литературу И у меня Выходили Пленки М1 М5 Масонство Мне сказали Следующее Если будет То только Интервью Антихриста Это мне вину Было поставлено Когда меня Судили На основании Библии Протоколов Сеонских Мадрецов А это один раз Прочитал Что-то видел Ну ты не знаешь Что масонов Мы Разговаривать С кем Нужно Понять Какая его Позиция Почему он Так говорит Я Пытаюсь Быть масоном И с позиции Масонов Говорить Вот у меня Голубятня И туда Чтобы не попали Мыши Или эти Не мыши А колонок Или хорек Я представляю Хищник Это я И как бы я туда полез Стоят рядом У меня Которые Садятся Я на них Раструбы сделал Не прогрызти Из чего Из паранита Раструбы Внаружу Кульком Вот так вот Она лезет До нее дошла И все Дальше все Из железа Изнутри Железом обил Все Мы должны понять Чего масоны хотят Чтобы один был правитель Никаких Религиозных Разреший Политических Не было Был порядок Не было убийства Среди за всеми С их стороны Понятно Не надо думать Что они все злодеи И только злодейство Но раз они не верят в Бога Но злодейство Целиком Сто процентов В них злодейство Но мы должны понять Что он-то понимает Не злодейство И это Это все Роману высказывает Он еще этого не знает Самый центральный момент Оказалось бы Это легче всего Это легче всего Себе представить Или понять У нас есть Четыре края света Север Запад Юг Восток Опять же Об откровении сказано Что поставит Господь Четырех ангелов На четырех краях Земли На каких краях Земли Эти ангелы Будут стоять Это понятно Вот Потом Куб Говорит Куб А я кстати Плохо знаю Вот историю Вот эту информацию Три года Я думаю Как он мог Три года Вокруг льдов Этих плавать На каком-то Суденушке Деревянном Когда сегодня Современные корабли Там идут на вылазку На пару месяцев Там не выдерживают В этих во льдах Они Как там он мог На вот этой Шарлупке своей Плавать Три года Да тут доказано Даже нечего Куда Океан-то не утекает А там Стены изо льда Но океан-то теплый Давно бы растопило Где А там Говорят птицы Только там Где соприкасаются Там птицы летают На северном поле Там нет ни одного воробья Там не с чем питаться То есть Тут Бредня Это бесконечно идет Ни одного космонавта В небо Ну ты заряди Шелленджер Как они садятся Весь мир провожает И как она взрывается Как исследуют причины Ничего этого не было Это все фикция Ну как так То есть На все незнание Это нигилизм называлось Это отцы и дети Тургенева Иоанна Сергеевича Как раз об этом есть Нигилизм Нигилист Если он умный То он должен отрицать Существование самого себя Сейчас вот некоторые Субботу Как адвентист Седьмого дня Я говорю Вы еще Не сильно соблюдаете При полном соблюдении Вы обязательно Даже раз пять Нарушителя А первый Это нарушитель Христос Вы все равно Дойдете до этого Меня еще зацепило Что он говорит Если на глобусе Он говорит Это надо фантазию включать Вот Но наш Господь Он непознаваемый Как же не включать фантазию Наша фантазия Она именно Она не может Приткнуться ни на чем Она нету стен Которые Она могла Упереться В нашей фантазии Когда мы о Господе Думаем Вот А он говорит Надо фантазию включать Опять же Приводит Василия Великого О шестодневе Ну правильно Отцы Они говорили О шестодневе Что тут не надо фантазировать Понимайте Прямо Потому что Фантазия Она может далеко завести Многим размышлениям А все будет бесполезно Поэтому они Упрощают Вот это понимание О шестодневе Вот Поэтому не надо Здесь понимать Они Как говорят Это Ну Прямо Понимайте А не надо Аллегорически понимать Опять же Он подводит Всю Библию Что не надо Аллегорически понимать Ну а возьми Евангелие от Иоанна 7 глава 37 стих Там Василий Великий Где вода Так понимать вода Но там Где говорится О творении мира Там не надо менять А в другом то месте Кто жаждет Иди ко мне и пей Как сказано У того И чревы Похихут реки воды живой Запятая Сие сказал он О духе святом Которые умели Принять верующие в него Значит Тут толковать не надо Но перетолкован Уже Растолкованно Вот как начинает говорить И сидит там Блудница на звере Багряном И тайно написано Это церковь Православная Или католическая Я говорю Ты зачем толкуешь Когда написано Это город На шесть-семи горах Там толкование Толкование дается В самом 17-18 глава Откровения Толкование дается И к Андрею Кесаре Каппадокийской Говорит Пал Пал Вавилон Вавилоном Назывался Рим Древний Рим Но вот Константин построил Константинополь Называется Новый Рим Новый Рим Из претензии На Третий Рим Была Москва И она сейчас Так же Это идея Рим Третий Рим Это Москва Это только Москве Говорится Я говорю Почему Рим Третий А Рим Это святые отцы Столковали Это Вавилон А Вашингтон На Семи Горах Хорошо А какое учение Что значит То Ничего не сходится И теперь обогащались Америка только грабит А Россия С такими неизмеримыми Богатствами Ископаемыми Она самая нищая страна Это там Непонятно нет То есть Эти купцы Посыпят голову Олигархи Которые поймут Что сожжено Она обогащала Как пало Все Я говорю Маленько Чтобы сходилось А какое вино Вино блудодеяния Вино Это Треть интернационал А у Америки У нее вообще Никогда не было Никакой идеи Частная собственность И обогащайся Она только грабила И грабила Колонии И везде Россия Это не так Найдет что-то где-то Там север Гонит туда Все Отдают Почему Милосердие Но они ничего Не понимают Совершенно Толкует А зачем толковать Он не мог сказать Тут Шестой вселенский собор Девятнадцатое правило Он не знал Говорит Я не могу сказать Которое запрещает Толковать Вопреки святых отцов И когда говорится Земля Именно земля Но когда говорится Расслилась земля Златоуст говорит Землей названы люди Это четвертый том Яна Златоуста Тут не надо нам толковать Его столковали святые отцы И когда говорится Время Времен Полвремени Время год Времен Плюс два И полвремени Три Три с половиной Нам не надо толковать Оно истолковано Нам надо принимать И исполнять А остальное Исследуй Будь хорошим Астрономом Физиком Химиком Фермером Ботаником Кем угодно Вот еще он там Как бы Он удивляется Как можно увидеть Грядущего Господа На облаках Если земля Как тарелка То тогда Все его увидят А как его Ну если даже тарелка Она же огромная Как же его можно увидеть Тут все связано С духом лжи Вот Я говорю Вы не забудьте это Это дело Не в земле Не в енохе книге Вот сейчас Куранские свитки Он сразу хватается за них Почему? Дух лжи Дух лжи Я каждый день Молюсь Отгони от него Духа лжи Я не знаю Только он внутри Сидит у него В устах Или глубже проник Это дух лжи И поэтому Еще что-то новое будет Это я вам написал Я вижу в этом Рано или поздно Он оттолкнется Тех Которые хорошо докажут Что православие Неспасительное И все Он пойдет в секту А секту Там проще всего доказать Что они Не христово церковь И он потеряет Всякую веру Вот что за этим стоит Вы заметили Вы заметили Что вот фильм Эти Галины Царевой Она же всю информацию Взяла с центральных каналов С масонских каналов Взяла всю информацию Да Как можно верить этому? Да никак Что она знает Еще раз говорю По масонству Я могу отвечать Вы знаете По масонству Был большой знаток Дмитрий Дмитриевич Васильев Общество память Это очень Это он научил Говорит нас Отличать немножко Хоть что-то Ну Исполнилась Какая-то годовщина С его смерти И когда я Был приведен к нему А его там не было Ну и беседовал С его У него там Студия Секретариат У него крупное Это было Общество память Патриотическое Как сказать Общество И вдруг Голос раздается Он такой Грузный был из себя Заходит И сразу ко мне Ох Кто пришел А мы все эти годы Вас слушали Мои пленки О масонстве И нам казалось Что это голос с неба Вот как он оценил это То есть А они Считались лучшими знатоками По этой области Они учились В другом месте И вот я Все время Дивлюсь Вот как Бог Открывает Вот я уезжал в Америку В это время К нашему К одному Дружинину Митю Он такой Слабенький Слабенький был Приехал отец Подполковник милиции И в огороде копается Геннадий Петрович А я увидел Это кто Это милиционер Он пенсионер Батюшка мне говорит Нехороший человек Я говорю А как ты узнал Разговаривал с ним Нет Говорит Просто Нехороший И правда Он такие пакости Начал делать Такие бумаги Писать в прокуратуру Кого-то мы ограбили Там Бред И он Внезапно его Господь поразил И он умер Совершенно Без факта Инсульты И нет Но как это Бог открывает Вот я допустим Один раз только Воробьевского Посмотрел ли Царева Один раз Я дальше смотреть Уже не надо Я отложил И стал на молитву И мне сразу Как экран Какой открывается Не надо Это И вот это Книга Еноха А он только сейчас Натолкнулся А я о ней Слышал И знал Не знаю И у меня Противоречий не было Я просто помолился И вижу Это чужое Почему Святые отцы Знали о ней И не приняли И признали апокрифом Мне зачем умничать Святые отцы Не признали ее И как бесплодные Духи могли Златоуст Смеется на день Как они могли Соединяться Какое семя Когда они бесплодные А семя Это это Плотское Плоть Видимое Они ничего не понимают Эти люди И вот и Видите Значит Царева Поднимает Она в своем фильме Центральный вопрос Это За какие грехи Господь Потопил Ветхий мир И вот Она как бы Хочет Ну она как бы Подгоняет Нынешнюю ситуацию Что Сегодня ученые Творят с геномом Человека Хотят его Внедрить В животный геном И создать Такую некую Химеру Ну то есть Армия хочет Делать совершенных Солдат Которые бы Там Понимаете То есть Господь должен Уничтожить Нашу землю Из-за того Что люди Хотят Изменить Человека Ну Как бы Я могу Это поверить Тоже Что это уже Край безумия Что люди Вмешаются В геном Человека И начнут Создавать Уже Помимо Господа Людей То есть Как А есть уже Есть Говорят Что создали Уже Внедрили В свинью Вот эти Вот клетки Человеческие И у них Получилось То есть Можно представить Себе Что свинья Будет С разумом Человека Нет Не будет Никогда Не верьте В это Разум Относится Не к плоти А к духу Никто не знает Что в человеке Кроме духа Человеческого Попытки были Даже так Не через что-то А находили Людей Которые Совокуплялись С обезьянами Это другие Хромосомы Это Даже Резус Крови Другой И тот человек Умрет Группа Крови Не та Человек Умрет А это Совершенно Нету 90% Расходится Не верите В это Абсолютно По образу Божию Сотворён Человек А не по образу Свиньи А они будут Делать Ну и пускай Делают Ничего они Не делают Они знают Это невыполнимо Это всё утка Никогда Этого не сделать А они могут Демоны Могут являться В разных видах Могут Динозаврами Кем и чем Ему Разницы нет Вот это НЛО И что Группа Дятлова Погибла Это демоны Это их гора Так демоны Они и будут Вот они Как она говорит Демоны Они будут Использовать Эти тела Созданные Человеком Нет Они могут Только разум Ничего нет Пену пускает Человек Прячется На валуне Объяснуется Нам показаны Признаки Какие Признаки В человеческом Организме Который по образу Божий Создан Бог создал И вот дальше Говорится о том Что если он Подвергся этому Духу Злому За всю мировую Историю Не было ничего Кроме того Что тоже человек Но он изнутри Его трёс Кидал Лгал В уста всех пророков Вошёл Сказал Всё Больше ничего Не может сделать Даже свинью Он Бес не может Переделать Он может только Погубить И с обрыва Сбросить Нет Это нельзя сделать Почему По образу Подобие Будут давать подобие Вот допустим Лошак Это очень сильное Животное А что такое лошак А что такое мул Мул это Когда осёл Покрыл Кобылу Это мул А лошак Это когда Жеребец Покрыл Ослицу Это очень сильное Животное Но потомство Они не дают Это могут сделать А потомства Нету Так это Одинаковые Копытные И нежвачные И они очень близкие Между собой Ну человек Бывает Что может Яблоню Привить Груши Но яблоню К березе Ещё никто Не прививал Так в чём Чудо Что они вмешаются Вот в этот секрет Ну Я не знаю Верить Не верить Мне как бы У меня В этом воздухе Висит Я не принимаю Конечно Это Но допускаю Это нельзя Это нельзя Это невозможно И этого не было Никогда А что он Новое творит Это Бог Новое А дьявол Повторяет Грех монотонен Фразу запомни Грех монотонен Какой бы он ни был Вот женился Это всё Да всё Когда ты уснул Тебе разницы нет Под боком У тебя Рахиль любимая Или Лея Подслеповатая Он даже не разобрался До самого утра Всё остальное Одинаково А раз она Презираемая была Она больше благословляема От неё дети И дети были Так и здесь Ничего не могут сделать Чёрный Побеждает белого Допустим Негр Ну Женился на русской Там на какой-то Белолицей Дети будут уже Очень тёмные Вот один заразный Если попался Гриппом болеет А вся аудитория Здоровая Он один щихает Он может заразить Может Но все здоровые Одного Щихающего Здоровым не могут сделать Это так есть Потому что В обратном порядке Нужна вера И кровь Христа А туда Ничего не надо Только столкнуть его И оба упадут в яму Вот я никогда не слышал О книге Иноха Только один раз Я её всю не прочитал Я встал на молитву А с молитвы Я встал уже другой Я всё время говорю Какие мы пришли в храм И какие вышли Должны быть другими Вот сейчас мы поговорили Я обязательно встану на молитву Обязательно Вот вчера только сообщает Вот то-то там было Виктор Андреевич поехал Так понял На молитву Теперь он возвращается Все знают Надо сообщить Так Ты где находишься Становимся на молитву благодарения На вторую ступеньку поднимаемся Просительную Бог выполнил И когда ты всё время благодаришь Это небо открывается Небо Ну и главное Это Как я всегда говорю Первое Не кляни детей Авраама Потомства И плати десятину Вот в этом Все остальные благословения Это два столба стоят Первая и последняя Они этого не понимают Я десятину услышал Один раз Я взял самую верхнюю планку Чтобы только остаться живому Было ещё отцу Уделить самому пропитаться Остальное на дело Божие А тут и за одной Десятины воюют Я говорю Что ты воюешь Она не твоя Меня обкрадывайте Бог говорит Он бы сказал Зачем вы не отдаёте Ну нищих обкрадывайте Меня Меня обкрадывайте Это один раз в Библии говорится Почему? Она десятина Изначально не принадлежала Если это Бог Сто участник в работе Златоуст говорит Так почему ты не делишься-то с ним? Объяснение простое А как? Скажи Жизнь твоя появилась По воле Божией? Ну да Руки, ноги Ты не калека Никакой глаза есть От Бога, от Бога Но ты когда работал Тебе руки, глаза Воздух нужен был А где воздух? Земля нужна? Нужна Откуда? Пища нужна Желудок переварил Чьё это? Божье Ну отдай десятую часть ему Он участник в твоей работе А что интересно Вот я тоже Когда за десятину воюю Вот с людьми И как правило Один и тот же ответ Да я вот В Новом Завете Ибо апостолы всё отдавали И я когда надо всё отдам То есть я резолю Машину отдам Квартиру отдам Когда надо главное А когда надо Чё-то не происходит никогда Не бывает такого У нас один говорил Ну сейчас ещё не время А вот антихрист придёт Мы тогда покажем А тогда уже не надо показывать У тебя уже будет Полная амуниция на тебя надета Ты сегодня окажи сопротивление Когда тебя тянут Вот эти лживые Разные теории подбрасывают Ты на молитве Не получаешь ответа Я тебе не докажу Я сказал Что это ложь Ну ложь Ну Нет Никак не принимают Почему? Нет связи с Богом А сатана там накручивает Связи нет Я раньше пытался доказать Всё время повышал свой уровень И успех был Но потом я понял Мне этого делать не надо Я один раз должен Всё выложить А дальше ждать ответ Если он написан Прописан у Бога Ваши имена в книге жизни Он примет Нет Ничего не поможет Абсолютно бесполезно Почему? Ему не дано У него нет там ямки Куда бы это закатилось Там пустое место Оно запечатанное Замурованное Вот в чём дело-то Надо всё время С той позиции смотреть Я не могу всё узнавать Вот мне каждый день Ролики подбрасывают Там книги Посмотрите Дайте ответ Я не успеваю Я только чуть-чуть Гляну где-то И сразу на молитву С молитвы Тогда я ответ День проходит Я вижу эти же ответы Находятся люди Которые подхватывают То ли отсюда берёт Или Вот сейчас мне говорят Тут выступает Такой-то священник Там Ну отец Кирилл Это уже свой Сахаров А такие бывают Люди как Андрей Кураев Стеняев Они говорят Из ваших книг Это берут Я говорю Так они книги у них Андрей сам приезжал Сюда у меня Вот я сижу Они берут Буква в букву И Андрей этого не скрывает Андрей Мне От него Это слово Как награда Игнатий говорит Ничего не придумывает Он поднял Целые пласты Нами забытые Вот и всё Какое моё учение Какое Что крестить Полное погружение Перекрещивать Нет перекрещения Обман был Обман был Не было крещения Не было Этой войны Яценецкий хорошо описывает Он никого не признавал Мощенных А на Афоне Сегодня Никто не крещен Они даже не спрашивают Был погружён Нет Сразу идут И в море крестят Тут некоторые К нам хотели приехать Я говорю Поищите где поближе И они В Грецию поехали Там покрестились Вот вчера один Получил полный комплект С Петрозаводска Ну я всегда прошу Три фотографии Он разложил книги Дети там стоят С книгами Конечно радостно видеть А тех которые Ну Не понимают этого Они же дать-то ничего не могут Игорь Ильич Ну вот У вас опыт Долгий такой Хочется узнать Вот Ну Вы наверняка Это замечали Вот Как сегодня Допустим Священники говорят Они говорят Что надо Проявлять Вот такую милость Любовь Да Вот К людям Которые Ну Не способны Принять Да Учения Вот Надо как бы Под них подстраиваться Вы видели Вот в жизни Свои Такие вот Примеры Когда начинали Подстраиваться Под людей И что люди Становились бы Верующими Ну Я сказал Один священник Хорошо вам известный Он именно так и говорит Мы с ним беседовали Я боюсь даже назвать его Чтобы он не ополчился Опять на меня Из ваших краев там И он именно эти слова И говорит А кто тебе дал право Говорить Почему ты не берешь Иону Митрополита Московского Киевского Бывшего Святые Говорят Не показали Пощады И от нас ее Не будет Мы не имеем Права никакого Моисей Не мог изменить Закон данный Богом Злословящий Отца и Мать смерти Умрет Да я уже Раскаялся Ты должен Умереть Раскаившийся Или не Раскаившийся Ты должен Умереть И тебе Не дано Другого Только умереть Осталось Ты злословил Поэтому они Учили Маленького Ребенка Уже Смотри Вот Как в Китае Сейчас У них где-то Если я не ошибаюсь Чуть ли не 50 с лишним Статей Которые Заканчиваются Расстрелом Вот расстреливать Недавно Министра Взятки брал И он плащет А жене Разрешено На стадионе Быть На стадионе И она сидит Виду не подает Даже Она смотрит Его на колени Ставит Он вот так вот Согнулся А ему голову Распрямили В затылок И готово Дело У них разницы Никакой нет Какое звание Вот И говорят Ну надо Какие-то Средства Средства одно Объявить всем Коррупционерам Два кладбища Выделить Среди Сибири Где-то И там Один пишет Это не мои слова И все Дайте китайский закон Китай Это не дурная Страна И у них Приехали два велосипедиста С Алтайского края И они там Проехали Китай Вернулись И спрашивают Ну что Как Китай-то Вас там не обобрал Нет Говорит А что Понравилось Понравилось А что А велосипед Никуда не прячем Говорит На остановке Говорит К столбу Прислонил Утром приду Хоть мешок Золото будет лежать Никто не возьмет А везде Наблюдение Смертная казнь Это два миллиарда И они не боятся Сделать это И они Не подписываются Какой-то там Меморандум Там Мораторий Там разный Они слова Это не знают Наложил Ельцин И этот Убил Вот сейчас Одного Обнаружили 20 человек Убил А когда Стали Разматывать Его Он тогда Еще Сознался 46 Трупов Его не Расстреливают Его кормят Я не за расстрел Ну к тому Что Если Бога То не верите Тогда идите Хоть закон Моисеев Примите Хоть Коран Исполняйте Возьми Вот у нас У меня знакомые Есть Я узнал Совсем недавно Это Им нужна была Квартира И они взяли Кредит Кредит Взяли у евреев Кредит Это все У кого берут Ипотека Называется То есть Будешь потеть Все время Ипотека Ипотеть Ипотеть будешь И они Каждый месяц Только процентами Должны платить 19 тысяч В течении 30 лет И сейчас Спрашивают А что теперь делать У него Долг не уменьшается Он не может Заработать больше Ну ты брал Когда ты понимал Полтора миллиона По 12 процентов Ну окинь маленько Ну и что ты будешь делать А вы Какой совет дадите Немедленно Тот дом продать И отдать И уйти Пока еще хватит денег А что Платили Помогали Кто там Это все пропало Выхода Никакого нету Написано Должник Делается Рабом Взаимодавца Ты же Куда шел А у Муаммара Каддафи У него закон был Если процент Один процент Если возьмет банк Подлежит Расстрелу Поэтому Собрались Он продолжает Он продолжает Составляет Эту Библию Хотят Печатать ее Ну то есть Такое В общем Упростить ее Не получится Он не напечатает Запомните Я встречался с такими Которые Пытались сделать Брошюрки Он говорит Один к одному То есть Продавать ее На воровых залах Крупным шрифтом С картинками И выписки писания Это приемлемо То есть Для пассажиров О чем задуматься Ну а сама Библия Он как ее назовет Выдержки из Библии Тогда понятно Пусть издает Выдержки из Библии Но назвать Библию Не посмеет он ее Нет Его задумают Он уже назвал Новый Завет Ну не знаю Там Новый Завет Он должен показать Что с выдержками Там или как-то Иначе он будет Анапиями предан всеми Всеми И баптистами И православными Когда говорит Не добавить Не убавить Ничего не надо Но под названием Другим он может издать Отдельные выдержки По такой-то теме Мы же это делаем А вот вы говорите Вот такой-то человек Ну а когда Первый раз С ним встречались Вот я допустим Первый раз Я его не знаю Даже не конкретно Я не об этом даже Но я сразу же Встал на молитву И мне показано то Что сейчас вылезло из него А как так Бог живой Бог на живую молитву Я не отступаю Пока Господь не покажет Господи Я не хочу У тебя обман И Господь показывает Фальшь Ты однажды беседовал Там у нас был Александр Муха Они даже внешне Эти люди бывают похожи Как правило Щетина у них Посты не соблюдают То есть у них признаки есть По которым определить можно И они плетут Дальше уже не отвечают За свои слова А тут видите Тут какой дух Это вот у Романа Тоже такой дух Он Это неспособность Человека Сделать шаг назад И Покаяться Тут видите Будет всеми силами Доказывать свое Ну Он ничего Деревенского Не нарушает Он Деревенский устав Нигде не нарушает Это его мнение И мы договорились С ним К этой теме Не касаться Больше С ним Как бы Ну диспут устраивать Обозначили все Но это он Отдельно ролик Может составить Но так он Делал не в своей комнате Здесь Я Виктору то сказал Ваши слова Виктор сразу Осветил комнату Святой водой И проще Потому что это Дух лжи Тут Не в том Что там Это Верит он Плоская земля Дело Дух лжи Что бы лживое Не появилось Вот пока он здесь И уже два момента Новые лживые К нему присохли Я сказал ему Сразу в первый день У тебя беда не это К тебе подсадили демона Когда к нему Жену присушивали Разные подрезки Родственники делали Волшебники Это он сам рассказал Но рассказал то не все еще Тут игры никакой нету Он не нарушает устав Он работник хороший И я думаю Мы с ним сработаемся Теперь Я дед Никита Я сказал Ты наблюдаешь за ним Где ему надо помочь Чтоб всегда ему на помощь бежал Он даже не просит Надо Ему трудно Большие деревья валить надо Там может быть Натягивать тракторами Надо будет Чтобы на провода не упали Ну вот А доказать свое Это что Азарт Чувство такое Это что за чувство Своё доказать Понимаешь Это есть такие люди Я не могу по другому ответить Которые Однажды Поддавшись духу лжи Они не могут Расстаться с ним Когда пророк Михеев Шел Ему Бог открыл Он видел На небе совет был И как обольстить Ахава И один То другой говорило Но как это Боже было На небе демоны были Что означает небо Не надо толковать Были переносом Божиим И один так Другой иначе Один говорит А я войду Дух лжи Выставь всех Он говорит Сделай это И ты обольстишь его Но не написано Что он вышел После этого Что он вышел Это не написано Я это именно Подметил Войти он Вошел Никто не видел А выйти Вообще никто не видел А что вошел Один видел Вот Мне нравится Пророк Михея Я молюсь ему Я вижу Это дух лжи И ничего нельзя сделать Но за этим Стоит предыдущая Лень И как правило Это связано С нехорошим грехом Седьмой заповедью Тут опыт Нужно просто иметь Опыт Порядок И порядок Такой говорит Подмигивает глазами Там написано где-то Закусывает губы Там Это Сираков говорит И замышляет ногами Как писали Когда Никсона Выбирали президента Стихотворение было Шансонетки разбитные Агитируют ногами Это пирички разные Это Жириновский Пугачев Отшил как-то Вы под любого правителя Ложите Что с вами разговаривать А я как партию создал Видите Люди Святые Давно это подмечали А сейчас целая наука Существует Вот по Мимике По жестикуляции Вот по поведению человека Угадывайте его Как бы Ну тип Я как-то говорил С ребенком-то И вот так вот Показал Да как ухватились Это сатанинский знак Да меня это не касается Я в него не вкладываю это А что означает это Я предупредил Когда пишут Обернутся назад Я говорю Пора кончать Ну как бы Это буква Глухонемых Азбука существует А Б В Г Д Е Ну Азбука Глухонемых И здесь Я себе показал Все А он говорит А этот знак Означает То-то У них означает У нас не означает Нет У нас это Жест Ничего назначает Маленькие дети Каза-де-реза Пущи глаза На ребенка Когда идет Каза-де-реза Вот так ставили А сатанисты Все эти президенты Они все Приветствуют Вот так пальцы показывают Но сегодня Да для них Но если вот так Показать Это тоже А если вот так Один палец показывает Что угодно означает Для нас Он ничего не означает Это наши пальцы И я ими могу Выражать свои Мысли Чувства И даже Направление показать Златоуз говорит Первые христиане Молились одним пальцем Правой руки Каким не указано Я думаю Конечно указательным Да Христианин Он должен следить Не только За внешним Но и за внутренним За четко контролировать Своё поведение Да Надо быть очень внимательным И проверять себя на молитве Повторяю С каждой молитвой Мы должны быть другими Вот я когда людям говорю А вы хвалитесь Но я не буду говорить Ты не знаешь А кто их исполняет Но я тебе показываю Пенсионеры Ну вот это называется щетки Вот оно Десять Сто Три святоя Вместо царю небесной Сейчас Христос воскрес Из мертвых считается Сто поклону И своими словами Это один Один подход И таких не меньше Семи должно быть А сколько у вас будет Ну а сколько Вчера 12 раз Я встал на молитву И поэтому мне некогда Ерундой заниматься Я сильно Когда устал Я тогда иду на улицу А на улицу Залез к голубям У меня там свои щетки Висят Куда не пойду Опять помолился Я Господом моим Хвалюсь Что он побуждает И не дает забывать Забывать Я к вечеру прихожу Когда захожу Володь Никита говорит Ну еще насчитаем Тут ролик Вопросы и ответы Сейчас у нас пойдут Я говорю Больше не могу Мне только до кровати Доползти Я благодарю Что Бог дал веру И дал веру Ожидание Встречи с Господом А если бы был неверующий Во-первых Помер бы давно А во-вторых Чем бы я занялся Телевизор Туалет Холодильник Вот там Треугольники бы маялся А я и забываю Сегодня у нас что Рыба разрешается Никита У нас вообще ничего нет И мы такие здоровые Веселые Пошел сегодня Ревень маленько поднялся Чуть-чуть отщипнул Крапива Вот такой первый Росток дала Я из нее нарвал И чесночок там пустил Все Разрезал толкушкой Потолок По тарелкам Витамины Так Я один раз повторю Значит ролики Которые я записываю Мы с вами договорились Еще раз повторю Уже к членам Нашей общины Этим я распоряжаюсь Как хочу Я вам могу Вы чтобы не ждали Я сейчас могу Вот это вот скинуть Вам И вы его Быстро закачаетесь У вас-то не получается Закачивать быстро Нет Не получается Я вечером наряжу До утра закачается До утра Я сейчас Никиту задержал на работу Он сидит у меня Еще и контрольный Записывает Прямо Непосредственно На аппарат Так Если все будет благополучно Никита сегодня уезжает А вы знаете А вы знаете что Утрами у нас идет Общая молитва Ну а если будет желание Можете подсоединиться Даже Но сейчас Сергей ведет Я отошел Потому что Володя уехал И считать мне Затруднительно Псалмы и прочее Ну мы показали Как Ну кроме того Я Разные темы Вставляю Наставления А к молитве Что относится Что понятно На языке Ну и все остальное Это конечно Необычно так Ну Это как храм Стены раздвинуты Любовь заходит Ничего тут нету Никакой награды Мы не ждем На углах улиц Не останавливаемся Да ну Я вижу В этом полезное Конечно Так люди не знают Как перекреститься Как поклониться Спрашивают И поэтому Я ничего не скрываю У нас все Сегодня утром Только два ролика Записал Даже три И выставил Они интересные Да интересные Интересные Люди Люди не понимают Я вот Иной раз Лежу Размышляю Так я думаю Ну вот он Помрет Да Люди не понимают Чего они Потеряют Вот И от кого Вы будете Вечиться Вот Кругового Примера Будете брать Вот сейчас Я говорю Не будет Лапкина И что И что дальше Вы свое Это заявление Ваше Еще с печати И буквы Там писал Батюшка Это его почерк Видите Все сделали По форме Вы написали Очень хорошо Что не нарушаете Устав Я вам скинул Наш устав И кроме того Сейчас в новой Редакции Немножко подправлено Там было Ну рядом были Загоны Корченские Убрали Ну Все 26 лет Я позвонил На днях Метрополиту местному По телефону Поговорили Я говорю Вы помните Что 14 числа У нас 26 лет Деревня Мы ждем Владыка Да хорошо Я говорю Так я Ваши слова Могу считать Что вы уже Пообещали Он смеется Ну вот На него Нападает Зазомбировали Ну еще Дурью мается Зазомбировали Его разве Не видно Как он встречает Провожает С поцелуями Как приходит Это надо быть Совсем слепым Ну пусть Кто-нибудь Покажет Что какую-то Деревушку Там Живут люди Архиерей Каждый год Приезжал Два раза в году И такая встреча Была радостная Да не один А еще С семинаристами С хористами С секретарями Если мы Еретики Его Отключать надо От церкви И всех Кто с нами Молился А где Еретики Покажи Ничего и нет Кроме Ну то что Выгрыз Слюни по бороде Пускайте Да Ничего нет Есть Вот я же Я же говорю Есть вот этот инструмент Что вы показали У меня хоть Руки не работают У меня другой способ У меня четкие эти Я крестное знамя И накладываю На себя умственно То есть Я в мыслях своих Размышляю И вот так вот В мыслях У меня рука такая И в мыслях Ну духовно накладываю И так же у меня Мысленные четкие Такие в мыслях Понимаете Ну мама то увидела Когда вы ей показали Что пищать И пришел ответ Ну да Она что сказала Она Не поняла Она саму Саму тему Еще не догнала Как говорится В чем Суть в чем А мы серьезно Серьезно Я вас назвал Охранителем Стражем Я говорю Нам нужен страж Который ничем не занятый Вы крайне Говорю Нужны нам Я их убедил Очень просто Ну я думаю Не все поняли Ну все Ну все тогда Да Ну да Ну с Богом Спаси Христос Ну что вам скинуть Эт ролики Да я не знаю Мне наверное Хватит этих двух Вы там Распорядитесь ими У вас лучше получится Вы там И фотографии Можете найти И поставить Я скину вам Грамоту От Митрополита Виталия А то некоторые Там Заносятся Грамотно У меня есть У меня есть Есть Ну вот Тут уже не подделка На бланке Синода В то время Когда Я еще с ними Не встречался И не был И такую Мне сказали Говорит У вас Говорит Когда пригласили в Америку Вы Говорит Приехали За меня же платили они По миссионерскому фонду А секретарь говорит Это впервые За последние 30 лет Первый человек По миссионерскому фонду Вот и все Ладно Игнатич Все Отключались С Богом Отдыхайте Слава С Богом Заходите сразу Сейчас 8 минут